Вечер в рамках фэшн-встречи был насыщенным, но непривычным для Сарова события. Показ коллекции одежды саровского дизайнера Елены Бабинова и ее коллеги из Екатеринбурга Елены Лысовой. Вебинар с историком моды Андреем Радвогиным, а еще распродажи и советы стилиста. Очень интересное мероприятие, необычное для Сарова. Мало того, что здесь можно узнать много нового об истории мода, но еще и что-нибудь себе прикупить, посоветовавшись при этом со стилистом. Момент, что можно было свою картину какую-то создать из, казалось бы, бросового материала. Что-то интересное все равно. Да, для города это необычно. Такие картины, или говоря профессиональным языком, мудборды составляли на специальной творческой площадке. В переводе с английского это «доска настроения». Этим методом пользуются дизайнеры при работе над очередной коллекцией. Мудборд помогает в поиске вдохновения. Утром проснулась, увидела эту палитру, и сразу появилось настроение для того, чтобы творить. Вот для этого этот мудборд «Тоска настроения» и нужна. Но «Тоска настроения» это, конечно, не красивое название. Я бы, конечно, назвала это скорее палитрой вдохновения именно, палитрой настроения. Но, по словам Марии Посыпай, палитрой настроения можно воспользоваться и при выборе одежды для своего гардероба, а также рукодельницам и другим творческим личностям. У нас сегодня были участницы, которые делают что-то своими руками. Вот Дина, например, делает пряники, да, ручную работу расписывает их. Очень красиво у них получается. Она создала потрясающую палитру, которая должна, я считаю, стать основой новой коллекции ее пряников. Участницам модного базара предложили переуплотиться в модели и примере дизайнерские наряды. Приятным сюрпризом для них стала фотосессия «Я в образе». Ольга Борисова первой решила надеть эксклюзивный комплект и осталась довольна. Делаю это с удовольствием. Я никогда не была в таком наряде. Мне очень нравятся мои яркие губы, мои горящие глаза. Фэшн-встреча стала действительно модным базаром. Саровчанки не спеша переходили от площадки к площадке, делились впечатлениями и давали советы друг другу. В целом, не знаю, я думаю, что все хорошо, все ходят довольны, общаются. Понравилось вообще все. Все просто здорово. То есть, эмоции просто захлестывают. Все, по идее, участники, они заняты в этом мероприятии. Это немаловажно. Следующая встреча с модой и еще одной дизайнерской коллекцией пройдет в рамках празднования Дня города на фестивале моды. Саровчан ждут 12 июня в 16.30 на танцевальной площадке в парке имени Зернова. Келия Ангрецкова, Владимир Лисик, служба новостей СРУ-24.